Слава Богу! Пусть Господь нас сегодня благословит своим словом, своим присутствием. Пусть Он наполнит нас радостью, силою и, знаете, хорошее настроение. На небесах плохого настроения нету. На небесах всегда хорошее настроение. А что Иисус говорил? Молитесь как? Да будет воля Твоя на земле, как где? Как и на небе. Вот о чем Господь нас просил молиться. На небесах всегда восторг, всегда радость, всегда хорошо. Вот какая погода должна быть у нас на земле, в церкви, в нашем сердце. На некоторые вещи у нас нету власти повлиять, нету возможности повлиять на весь мир, на всех людей, всех людей привести к Богу. Даже Богу это не удалось. Он умирал на кресте, и только горстка людей собралась возле креста. Все разбежались. Но у нас есть возможность повлиять на самих себя, аллилуйя, на свой внутренний мир. И если у тебя внутри депрессия, пустота, скорбь, ты не чувствуешь радости, то это время встретиться с небесами. Иисус говорил, вот как надо молиться, вот о чем нужно думать. А многие верующие живут так, как будто нет ни ада, ни небес, что все так и будет дальше. Вот землей живут, о земле думают, все пытаются здесь наладить. И поэтому их ждет большое разочарование. Потому что они узнают, что это было всего лишь временное жилище. Я бы обратился сейчас к тем людям, которые пренебрегают Словом Божьим, пренебрегают молитвой, пренебрегают церковью. Вы не ходите на собрания по какой-то причине. Вам лень, вы устали, вы разочаровались. Вы говорите, что там нет ничего нового. Послушайте, а где есть новое? Что может так сильно обрадовать вас? Какую замену вы нашли церкви? Какую замену вы нашли Слову Божьему? Какую замену вы нашли в молитве? А может быть, это всего лишь обольщение и обман? Люди, которые думают, что я могу жить, как я хочу, вовсе не думают о последствиях. Послушайте, последствия будут настолько катастрофические, к моему легкомысленному отношению, к вере в Бога, последствия придут настолько катастрофические. Я так буду сожалеть. А сейчас я могу бросаться словами на ветер, говорить что-то плохое там в адрес церкви, не ходить никуда, не отвечать ни за что, не посвящать свою жизнь Христу. Послушайте, если мы себя любим, то мы в первую очередь будем заботиться о себе и о своем будущем. Мы посвятим жизнь Христу. Это единственное наше спасение. Если мы живем как хотим, хотим-ходим, хотим-не ходим, это приведет нас к большим бедам и разочарованию. Люди, которые оставляют Бога, я еще ни одного не видел счастливым, цветущим, радующимся жизни, радующимся своему будущему. Это потухшие люди. Поэтому сегодня время охранять себя. Сегодня время беспокоиться о себе. Сегодня время плакать о себе и о детях своих. Будьте благословенны. Аллилуйя. Тема проповеди будет называться «Охрани свое сердце». Это настолько актуальная тема. Это тема не к определенной группе людей. Это тема абсолютно каждому человеку. Индивидуально каждому человеку. То ли это простой человек, верующий, неверующий, пастор или служитель. Кем бы ни был человек, важно услышать сегодня это послание, которое может и призвано нас обезопасить и сделать нашу жизнь счастливой. Послушайте, вера в Бога – это каждодневное решение. Это не решение, которое ты принял просто 20 лет назад. Я принял решение, поверил в Бога, несмотря на то, что я с верующей семьи. Но когда я осознанно к этому пришел, мне было 17 лет, то есть это больше 20 лет назад, то это не означает, что сегодня, на данный момент, у меня то же самое решение. Я так же продолжаю. На самом деле я так же продолжаю. Но вера в Бога – это каждодневный выбор. Это не решение 20-летней давности. Как многие в молодости влюбляются в друг друга, принимают решения, смело говорят, люблю до гроба, все, все отдам за тебя. Проходят годы. И он говорит, я не люблю этого человека, мне с ним скучно, он какой-то вообще уже, я не хочу. Вот я уже присмотрелся к другому, более веселому, более хорошему человеку, более выгодному человеку. О, мне с ним более лучше. То есть люди все ищут только для себя. Они так и не научили жить для другого. И вы знаете что? То решение, когда у них было в молодости, оно отличается от того решения, которое они принимают сегодня. И они принимают решение развестись. Разорвать себя на две части. Переживать эту боль. И позволить своим детям переживать. Проклясть всех своих детей. Развод – это проклятие. Проклятие не только тебя, твоей жены, или твоего супруга. Окружение, в котором они находились. Детей. Просто родов. Идет ужасные последствия. От чего? От того, что выбор человека поменялся. Так же и вера в Бога. Тогда, когда ты был горячим, тебе рассказали Евангелие, ты принял, поверил. А сегодня у тебя уже нет этого выбора. Иисус не является твоим выбором. Ты уже устал, ты разочаровал, ты привык, ты не видишь смысла. И ты ищешь какой-то радости на стороне. Знай, что всегда есть последствия. И последствия будут очень печальными, если мы Иисуса отодвигаем. Если мы говорим, отпусти нам варавву. А что бы с Иисусом сделать? С Иисусом? Так. Что бы с ним? Распните его. Вот каждый раз, когда мы отодвигаем Иисуса, у нас есть выбор. Нас судья ставит. Перед выбором. Давайте я вам отучу Иисуса. Иисус благословит вас. Он к вам пришел. Нет, отпусти нам варавву. Вот как человек, поведение человека делает выбор в пользу вараввы. Нету, поймите, кроме Иисуса жизни. Нету, нету. Нету. Миллион раз могу сказать нету. До конца проповеди могу говорить просто нету, 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 нету. Чтобы вы услышали, что нету. Кроме Иисуса жизни. И если Иисус исчезает из вашего поля зрения, Он не стоит перед вашими глазами, вы не слышите, вы не видите, вы не думаете о Нем, то значит, вы уже выбрали себе Гитлера. Варавва – это Гитлер. И Гитлер, у него цель одна. Уничтожение. Уничтожение. Концлагеря. Поэтому, если вы оказались в концлагере Гитлера, я говорю образно, то это вы сделали свое собственное решение отказаться от Иисуса. Вы выбрали варавву, вы с вараввой пойдете по жизни. Варавва – это проклятый человек, это убийца, это негодяй. И я не понимаю, почему с таким, с такой радостью, с таким, знаете, как болеют на трибунах люди, когда идут в спортивные там состязания. Отпусти нам варавву, отпусти нам варавву, отпусти нам варавву. Знаете, Господь так и сделает. Хорошо, сделайте, как они просят. Сделайте, исполните их желание. И вот, когда человек отодвигает Иисуса в сторону, вообще отодвигает вообще его в сторону. Ну, я хочу для себя пожить. Ну, живи для себя. Потом посмотрим на тебя, где ты окажешься. Какие молитвенные просьбы будут приходить за тебя. И, может быть, даже не будет желания за тебя молиться. Не будет веры за тебя молиться. потому что это был твой выбор. Притчи, 4 глава, 23 стих. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Царь, который прожил жизнь, царь, на котором была мудрость, мудрость, и которой не было ни у одного человека на земле. За исключением Иисуса. Такой мудрости, которая была у Соломона, не было ни у кого. У него была мудрость, не приобретенная с годами, с возрастом. Знаете, житейская мудрость. У него была премудрость, которая сходит с неба. Знание, как все делать, как руководить, как распоряжаться, как жить. Он знал все это. Бог дал ему это. Представьте, мудрейший царь говорит, больше всего охраняйте невидимый орган вашей жизни, на котором зиждется все, строится все. Это ваш орган невидимый, внутренний, но именно от него зависит абсолютно вся ваша жизнь. И когда мы видим, что люди разбиваются, их судьбы разбиваются, рассыпаются, можно уверенно сказать, что человек не хранил свое сердце, наплевал на охрану, снял сигнализацию, вообще не думал, забыл, забросил. И знаете, Библия говорит, что вор приходит. Вор приходит. Воры, они только для этого и живут, чтобы красть, убивать. Понимаете? У них цель такая. Они разрабатывают стратегии, планы по захвату чужого имущества. Бог вас благословил хорошей жизнью, Он вас вознаградил, Он дал какие-то вам сокровища, богатства, радость, счастье, семью вам подарил, любимого человека. Вы думаете, бесы не завидуют вам? Они потерявшие тела, они вон ходят по безводным местам и говорят, нахожу себе покоя, вернусь в дом, из которого был выгнан. Вот они о чем мечтают, о доме. И многие верующие говорят, да, давай, 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 входи. Вот так они себя ведут. И вы знаете, что бесы, приходя в жизнь человека, разрушают ее, приводят ее в ужасное состояние. Человек меняется до неузнаваемости. И надо думать, почему человек так изменился? Потому что он допустил, он наплевал на свое сердце, он смотрел, куда хотел, он слушал, что хотел, вообще не заботился о своем сердце. И как вы думаете, информации безобидной не бывает. Любая информация несет цель. У нее есть особая цель, у любой информации. Вот я на что-то смотрю, это информация. Я кого-то слушаю, это информация. И теперь я как человек разумный должен отделять одну информацию от другой. Я должен понять и увидеть, что есть информация, которая благословляет меня, делает меня счастливым, радостным, благословенным. Так что люди потом хотят общаться, людям приятно со мной. Есть информация, которая меня убивает, меня не хотят видеть, меня там из списков и всех удалили. Поймите, информация преображает человека, информация уничтожает человека. И поэтому, поэтому царь пишет, царь Соломон, больше всего хранимого храни сердце. А кто-то думает, больше всего хранимого храни свои мускулы, храни свое тело, начинают правильно питаться. Если бы они духовно бы правильно питались, я не против правильного питания. Но когда человек не заботится о своем духе, о своем сердце, питайся, качайся, что угодно, фитнесом занимайся, ты будешь изнутри, ты как гнилое яблоко, ты как червивый гриб. О, гриб такой классный, ножку отрываешь, а там черви. Вот как многие люди сегодня выглядят, только, знаете, штукатурят и делают фасад красиво видимый. Поэтому Иисус очень сильно ругал и обнажал религиозных людей. Он говорил, вы только с виду кажетесь красивыми людям, а внутри вы полны гнилых костей. Он говорил это к людям, которые не заботились о своих сердцах, и там уже давно царила смерть. Многие люди, например, не охраняют свои сердца, потому что не знают о последствиях. Смотрят все подряд и слушают все подряд. А почему нельзя мирскую музыку слушать? Ты чего? Это мое право. Послушай, мирская музыка, ее пел человек, который не был от божественной энергии. У него была своя грешная жизнь. Он написал какую-то музыку. Может быть, она красивая, не спорю, но она ведет тебя именно к печали. Она ведет тебя, направляет тебя против Бога. Ты вправе, конечно, слушать, что ты хочешь, ты вправе смотреть, что ты хочешь, но тебе рекомендуют этого не делать, потому что это именно уводит тебя от Бога. Есть два источника. И Яков пишет, не может из одного источника литься горькая и сладкая вода. Видите, как он сказал? Невозможно. Но мы что придумали? Можем. Мы придумали смесители. Просто в то время они не знали. А англичане до сих пор не знают. У них горячее здесь, холодное вот здесь, экранчик горячее здесь, и ты открываешь и не понимаешь, как пользоваться. Конечно, там уже и смесители тоже появились, но есть еще такие вещи. И ты не понимаешь, здесь кипяток, здесь ледяная. А умываться, мыться, как? Я что-то не понял. поэтому Яков не знал, что появятся такие хитроумные верующие, которые придумают смеситель. Они будут смешивать мир и церковь, Бога и дьявола. И они будут такими добрыми казаться. Послушай, может быть, ты добрый человек с виду, но у тебя черви ой-ой-ой какие. Перед этим как раз-таки Соломон пишет в 20-м стихе. Сын мой, и вот теперь слышим, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое к словам. Видите? К словам. Ушки, берегите свои ушки. Что значит охраняй сердце? Глаза и уши это дороги, ведущие в наше сердце. Если говорится о сердце, значит это контрольно-пропускной пункт КПП или таможня. Мы должны быть на таможне своего сердца. Все, что туда прошло, все прошло. А если контрабанда прошла, значит будут проблемы. И вот я, зная, каким образом я должен охранять свое сердце, я должен наблюдать за тем, куда смотрят мои глаза и что слышат мои уши. И здесь он говорит словам моим внимай, словам ушки. Чем словам внимай? Не мирским, не информацией, не новостям, а словам моим, Божьему Слову, внимай, ищи мудрость. Дальше, 21 стих, притча 4, 21. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Видите, как здесь сказано, что словам моим внимай и от глаз твоих пусть они не отходят. Читай Слово Божие и слушай Слово Божие. Конечно, ты будешь немножко странным казаться, что ты только Слово Божие читаешь, но ты будешь успешным, благословенным, защищенным человеком. Перед падением, послушайте, перед падением, когда человек верующий падает, отходит от Господа, впадает в грех, отходит от Бога, становится мирским, две вещи происходят в его жизни. Он перестает молиться и перестает читать Библию. Соответственно, он не слышит и он уже не видит духовно благословенных вещей. А дороги работают, они постоянно работают, они всегда, всегда, там всегда готова информация зайти в нас. И, знаете, благословения могут зайти, благословения. Вот человек услышал об Иисусе и получил исцеление. Видите, он сердцем поверил, он услышал, он не просто ушами услышал, он через уши принял эту информацию так глубоко, что, будучи больным человеком, он пошел к Иисусу, а назад вернулся уже здоровым. он получил благословение, поэтому по этим дорогам в наше сердце гуляют благословения, откровения, счастья, прорыв гуляют, но по этим дорогам гуляют также и бесы, и разочарования, и смерть. И смотрите, как интересно здесь говорит Соломон, 22 стих, «Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Представьте, он пишет, больше всего храни его, храни свое сердце, поэтому слушай, поэтому смотри, и как заключение он говорит, «Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Видите, это благословенные последствия человека, который принял серьезно это послание. Многие сейчас послушают, будут дальше жить, как дальше, поэтому не удивляйтесь, с вами будут происходить печальные истории, печальные вещи. Но если человек действительно любит свою жизнь, любит самого себя, он должен принять это к сведению. «Уши и глаза являются важными органами, именно их очень надо охранять». Сигнализацию. Совесть нам говорит, не смотри туда, мы говорим, отключить сигнализацию, галочку ставим, отключить сигнализацию, надоело мне постоянно, уже устал от этой сигнализации, уже устал жить под охраной. Слушай, но она охраняет тебя, почему заборы возле обрыва ставят, почему вот эти отбойники ставят вдоль дороги. Почему? Почему, когда ты выходишь на балкон, стеночка впереди есть, а не просто балкон, знаешь, ты выходишь и стены нету. Ты так вышел и полетел. Везде есть охрана, ограждение есть, есть двери с замками. Ты же входишь к себе домой, ты же на ключ закрываешь дверь, кто-то очень много замков закрывает. так боятся. Важно понимать, что нейтральной или безобидной информации не бывает. Ну, что плохого, что вы приставили к мирской музыке, я же не металл слушаю, я слушаю красивую рок-музыку. Послушай, да, ты послушал красивую рок-музыку, после которой тебе не будет хотеть молиться, не будет хотеть читать слово, тебе не будет интересен Иисус, и тебе не будет интересно поклоняться Ему. Не будет, сто процентов, потому что основная масса, которая поет рок-музыку, они проданы сатане на контракте. И ты наивный думаешь, что красивое что-то популярное на весь мир, оно безвредное. Никто не может дать славу, только Бог или только дьявол. Дьявол дает славу людям, обманывая их взамен на душу. А многие верующие говорят, да что ты, не будь религиозным, это ничего страшного. Да конечно ничего страшного, ничего страшного, что ты умрешь. И потом эти верующие бегают, помолись, помолись, а если бы ты все делал, как сейчас говорится в слове, ты бы уже за других молился, и бегал бы, спасал. За тебя не надо было бы молиться, тебе не надо было бы спасать, тебе не надо было бы вытаскивать из трясины. Ты бы сейчас служил, ты бы был бы на другом уровне, и уже учил бы Слово Божьему. Если бы ты пребывал в Слове Божьем, ты был бы благословением, а не печалью для многих. Когда все слышат такое имя, знаете, ты думаешь, Боже, я не знаю, что с этим человеком уже, как ему помочь. Уже, знаете, человеку надо пребывать в Слове. Послушайте, мы видим в Библии реальность. И многие люди были прокляты, а если проклят человек, ему ни один доктор не поможет. Что проблема совершенно не там, доктор не может решить этой проблемы. Не может. Просто видишь бессилие врачей очень много. Они, и хотят помочь, но это не их уровень, это не их способность помогать духовно. А человек проклят. Много людей было проклято. И когда они приходили к Иисусу, эти проклятия разбивались. Он говорил им, как делать, они слушались, и было благословение. Поэтому здесь и написано, сын мой, словам моим внимай. Слово Божие тебе говорит, внимай. Внимай, это означает принимай. Принимай как сведение и как руководство к действию. А не просто я принял, хорошо, я послушал. А сделал ты как? Я сделал в точности да наоборот. А что такого? За каждое преступление идет наказание. Ты должен просто это знать. Поэтому мы не можем жить как мы хотим. Мы живем как нам говорит и диктует Слово Божье. Если я покупаю какую-то вещь, компьютер, и мне дана инструкция, я же не могу теперь включать куда я хочу, нажимать куда я хочу. Я должен следовать строго инструкции. Так же и жизнь. Я не могу жить как я хочу. Но если я выбираю такую знаете функцию, выбрать функцию, никого не слушать, особенно родителей, галочку такую, не слушать родителей, не слушать праведников, верующих, что мне уже надоели своими нравными учениями, а пугая, такой, пунктик такой, отключить сигнализацию, совесть, смотреть все, что хочу, слушать все, что хочу, я абсолютно свободный человек. Ты не понял. Ты просто, я тебе говорю, что ты чего-то не понимаешь. Здесь стоит человек, который тебя пытается объяснить. к тебе придут, предъявят неоплаченные счета, тебе придут такие страшные разрушения, такие страшные последствия, что ты будешь выйти, слез у тебя уже не будет, чтобы плакать, я тебе точно скажу. Ты вырвешь себе все волосы на голове, ты будешь готов уйти куда угодно, ты никуда не сможешь спрятаться. Душевная боль тебя будет уничтожать изнутри. Ты хочешь такую жизнь, а это именно грех и ведет туда. Ты не думаешь, что ты свободный человек. Свободный бывает только, кто полностью подчинен Богу. Вот это истинная свобода в Духе Святом, когда я подчинен Слову Божьему. Я подчинен инструкции, к моей жизни есть инструкция, и это Слово Божье. И Слово Божье мне говорит, это делай, а это не надо. Это не надо делать, а почему не надо делать? Ребенок все не может понять, почему нельзя в розетку вставать шпильки. Ты ему говоришь, бабах будет, тебе будет очень больно. Он не верит. да, я хотел бы отметить важную вещь. У Бога есть милость простить вас. Какие-то вещи, но Бог вам все простит, но какие-то вещи останутся в вашей жизни. Боль, ужасная боль, которая будет перед вашими глазами. Ужасная боль, вы будете с ней жить до конца. И если вы сейчас на распутие, лучше не идите путем Каина. Я вам не советую, Слово Божие не советую. Царь Соломон, который мы сегодня цитировали, не советует. Он ходил этими путями, и он говорит, умоляю, сын мой, не надо. Ходил, проверил, не надо. Заповеди Божьи соблюдай, ищи Бога, в этом чти Бога, в этом все для человека, вся жизнь, счастливая жизнь заключается в истинной вере в Бога. Будьте благословенны. божьи,